Когда-то в советские времена, вот здесь вот, вот где видите, сейчас жест находится. Здесь был комиссионный магазин, если я не ошибаюсь. Именно вот там, да, Тань? Половина зданий, это был комиссионный магазин, а там продовольственный потом, или потом продовольственный. Помнишь? Нет, продовольственный я не помню. Мне кажется, вот там, именно там, посреди дома, была комиссионка, если я не ошибаюсь. Была, была. А потом продовольственный, уж сами сколько раз сюда ходили. Потом, да, потом продовольственный. Хороший магазин был, чего его закрыли? А сейчас там жест, жест находится. А здесь вот, в торце уже, здесь секонд-хенд. О, кот лазит, глянь. У нас Муня так лазила, я ее один раз отругала. Ходит вон на втором этаже по балкону. Саша, помнишь, Муньку прошла по этому бордюру? Я ее отругала, а она мне по шее надавала лапу. Угу. Кафе Параграф. Начинается набережная. Таня говорит, велодром. Вот что они. Чудят. Как хочешь. Здрасьте. Вот так, вот так, привет. Отдыхаем? Да. А что в одиночестве, где Райси Николаевна? Она ушла к детям, и мы просто так друг другу помахали. Ясно. А я сейчас была женщина, которая в хоре у нас полет. Она говорит, ваш сен со мной здоровается. Может быть. Саша. Показывай маме, что купили. Танин кардигант. Ну, отлично. Отлично, Сашук. У нас с ним один размер. А то ты мерила. Да, красиво. Я вот сюда и говорю, лишь бы что-то покупать, я могу на себя померить. Точно. И будет как раз. Саня, можешь у меня брать на прокат. Так круто. Дам. Да, что ты. Ой, вообще. Поджинсы, да? Идешь? Поджинсы. Да, да. Класс. Это Танин. Тридцать пять, наверное. Сколько? Тридцать четыре девяносто пять. Тридцать четыре девяносто пять. Тридцать пять. Да разных там полно всяких. И цветных, и клетку, и берем. Где? Здесь короче. Ну, в сумме в этом, в турецком. Здесь короче. Где вы покупали, Саша вам покупал. Второй этаж или первый этаж. Помните, Саша вам покупал черную, подарил. Вот там. Второй, говорю. Ну, сразу прямо. Прямо. Женский отдел там небольшой. Детский отдел. С эскалатора сразу приезжайте в этот магазин. Мы сейчас Галина Степановна зададим вопрос. Как вы относитесь к женской дружбе? Есть ли она вообще? Как у вас? Наверное, я беру из конкретных примеров житейских. Значит, если вот, допустим, в разные периоды встречалась я с женщинами. Обычно две женщины и я третья. Ходили, дружили до тех пор, пока я не поняла, что меня они ревнуют другу, меня ревнуют, что я, допустим, с тобой, а не с ними. То есть к другим подружкам. К другим подружкам. Родна ревнует. К другой подружкам. К другой. Это не раз. Это не раз. Потом уже буквально вот, даже здесь, когда уже в пекло на огонь, я просто выходил в форту. Две женщины. И вот они друг на дружку там что-то говорят. Я говорю, ну что вы ссоритесь? Вот она такая, а вот... А ты такая. А ты такая. И вот я поняла, что это обе хорошие, замечательные. Дружбы нет. И поняла, почему. Обе хотят быть со мной. Им со мной хорошо. Тогда отдельно. И вообще в женской дружбе я... Нет. Вот и Саша так сказал. Есть дружба между женщиной и мужчиной. Или, допустим, летается в дружбе между женщиной и мужчиной, которым он начинает тренировать. Ну тут вообще все. Тут вообще туши свет тогда. Да, туши. Совершенно верно. Ты мою мысль прочитал, хотелось бы сказать именно эту фразу. Вообще туши свет. Вот мнение Галины Степановны. Задавали нам вопрос наши зрители. И в основе всего, вот я так глубоко с мыслью, что в основе всего лежит... Вот почему такое происходит, да? Лежит какая-то зависть. Друг перед дружкой. Кого-то хотят. Вот я такая, я хочу быть с тобой. А ты не такая. Завидуют друг другу. Но это неприятное очень чувство такое. Зарыть друг другу. И тут же начинает вот... Язык распускать. Да, совершенно это важно. Распускать язык, а это уже вообще не так. Нет, нет. Да, хорошие приятельские отношения. Подружки есть. Вот пример у меня, Раиса Николаева. Ну, я ее не могу сказать, что она подруга, приятельница, да, хорошая, знакомая. Человек с замечательными качествами. Вот помню, как-то я себя плохо почувствовала, вечером. Я звонила. Раиса, как дела? Ну, как дела? Я говорю, знаешь, я себя плохо почувствую. Больно. А у тебя такое-то лекарство есть. Я говорю, ты знаешь, я сейчас сбегаю в аптеку, это где-то 1610 вечера, зимой, побежала в аптеку, купила мне лекарство, принесла. Ну, это замечательно просто. Отзывчивый, отзывчивый. Отзывчивый, да. Отзывчивый, да. Да, очень отзывчивый, доброжелый. Ну, доброжелает тот человек. И, ну, человек с хорошими качествами. Но дружбы, вот, дружбы, я понимаю, у нас нет таких вот... Дружбы бы, если помоложе были? Нет. Или нет? Нет. Даже помоложе. Дружба подразумевает... Прям не разлей вода, как сестры. Нет, просто то, что всякие, все сокровенные свои мысли, ты должен, не должен, а ты как бы изливай душу перед другом. У нас этого нет. Это не дружба, это приятельские, хорошее отношение. Это тоже неплохое качество. Замечательно. Замечательно. Минску привет. Да, Минску привет. Привет, привет. Чем вы сегодня занимались? Сегодня праздник. Да, сегодня. Ничего делать нельзя. Всех поднимаюсь праздновать. Замечательным праздником. Светлым праздником. Значит, приезжала ко мне Наташа. Перед обедом. Принезла мне немножко овощей, фруктов. Ну, буквально на пару минут заскочила, потому что перед этим я ходила с Ириной в аптеку и в магазин. Ну, честно говоря, я себя не очень хорошо чувствовала. Ну, с Ириной вместе прошлись. И Наташа подъехала. Она была, ну, максимум минут десять. Солнышко садится и начинает потихоньку температура падать. Не так, как летом. Кстати, вот напротив наш знаменитый Брестский туалет, который работает только в выходной день. Все закрылся летний сезон. Уже и летом не работает. Ну, вот, представляете, вот эти все люди, вот, все эти люди. Это не люди, это так, роботы какие-то. А куда им ходить? И куда им ходить? Ну, естественно, куда. Деревьев у нас в парке много. Так что милости просим к нам Брест. Проблема называется. Никто не хочет решать этот вопрос. Я подняла эту тему. И так культурно мне ответили, что бюджет городской не позволяет оплачивать. Ну, может, со временем. Ну, мужикам-то проще. Стал под дерево, да. Хотя это не есть хорошо. Все люди приходят с детьми нарядные. И вот как-то это такая торжественная, можно сказать, обстановка. Выходной, гуляют. Называется без комментариев. Все, мы расстались. Мама домой идет. Кот ее встретил. Ужин, ужин, говорит. Давай ужин. Иди, иди, вон. Вон кошатники живут. Видите? Два кошака у них ходят. Опа, побежал в хату. Еще зашли в санту. Магазин там, где-то надают у нас вкусную рыбку. Что мы купили? Как они называются? А вот здесь написано. Рыбные палочки. Рыбные сердечки надали. Видите? А все, ну что не надуваешь? На 3,40 купили. 440 грамм. Еще Таня купила. Фоу-Рей. Слабосоленая. Кусочек. Кусочек зависел 136 грамм. На 4,92 грамм. Да? Утробродики нам. Еще купили орешков. Кешью. И хурагон. Априкос. Такой набор у нас сегодня. Вкусный, да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok